Владимир Познер наконец-то высказался. Журналист, который весь год молчал, и надо сказать, что это молчание было кричащее, очень показательное. Так вот, Познер внезапно принял участие в конференции, посвященной Украине. Организатор мероприятия американская организация Code Pink полуторачасовое интервью Познера вызвало крайне неоднозначную реакцию как среди сторонников войны, так и среди ее противников. Почти час из этих полутора журналист доказывает, что Владимир Путин цитата, не сумасшедший, а начало полномасштабного вторжения в Украину было предопределено и спровоцировано Западом еще в 90-е годы после развала СССР. Владимир Познер воспользовался стандартными для этой дискуссии аргументами о том, что НАТО вероломно нарушило данные Михаилу Горбачеву обещания не расширяться на восток, и что Россия по экзистенциальным причинам не могла выпустить Украину из своей сферы влияния. Мол, Кеннеди тоже бы вторгся на Кубу в начале 60-х, если бы Хрущев не проявил мудрости и не пошел бы на компромисс. При этом, отвечая на вопросы, в конце интервью журналист заявил, что его российские коллеги-пропагандисты, которые теми же, в частности, аргументами оправдывают вторжение на федеральных каналах, должны, цитата, отправиться прямиком в ад. После этих высказываний, кстати, в Госдуме уже назвали Познера крысой и предателем, призвали проверить его слова на предмет дискредитации армии России и лишить его всего имущества в стране. О феномене Владимира Познера и его неожиданном выступлении говорим с коллегами по дождю. Это рубрика Ньюсрум. Итак, это формат Ньюсрум на телеканале Дождь. Я приветствую своих коллег. Юлия Таратута впервые в этом формате присоединяется к нам из Амстердама, Нидерланды, Аня Мангайт, Рига, Латвия и Евгений Бунтман, тоже Рига. Собственно, мы обсуждаем сегодня появление долгожданное для кого-то, для кого-то неожиданное, Владимира Познера и его высказывание относительно нынешних реалий. Прежде всего, коллеги, пока мы еще не начали высказываться, подчеркну, что в некотором смысле, например, для многих коллег внутри редакции, на Дождь, объяснение в духе «НАТО обмануло Россию» и начало расширение на Восток, и это то, на что нельзя было не реагировать, не стало каким-то открытием, каким-то откровением. Для многих это такое повторение банальных фраз из Владимира Путина и других официальных лиц в Москве. Но одновременно с этим мне кажется важным, что он именно так решил высказаться, именно этот нарратив он решил повторить. Ну и еще интересный фрагмент Владимира Познера о Мексике. Я бы попросила вас послушать. Представьте себе, что в Мексике проходят президентские выборы, и на них побеждает антиамериканский кандидат. Это не так уж невозможно. В Мексике не особенно любят США. И этот новый президент его правительство, опасаясь большого северного соседа, приглашает пару российских дивизий защищать мексиканскую границу. Вы что, думаете, Соединенные Штаты просто приняли бы это? Такое объяснение, пример с Мексикой. А что, разве не так? Обращусь я к Евгению Бунтману прежде всего. Как считаешь? Ну, во-первых, это, конечно, не так, потому что война началась не 24 февраля 2022 года, она началась в марте 2014 года, а сейчас речь идет о широкомасштабном вторжении. И вот эти вот российские дивизии в Мексике, если пользоваться метафорой Владимира Познера, они там достаточно давно, уже целых 9 лет почти. Ну, это основная вещь, которая не так происходит. А что касается общей какой-то направленности того, что говорил Владимир Познер, это такой классический, используемый российской пропагандой вот и баутизм, как говорится, а вот у них, вот давайте сравним, а ситуация, в общем-то, несравнимая. Здесь происходит война, а там какой-то вот не более чем метафора. Но, тем не менее, он обращается, тут надо подчеркнуть, к западной аудитории, когда он пытается объяснить причины вторжения, широкомасштабного вторжения России в Украину. Аня, слышится ли тебе что-то убедительное в этой позиции? Ты знаешь, мне интересны даже не столько детали его высказываний, сколько сама эта коллизия. Вот сама коллизия про Познера очень любопытна. С одной стороны, человек, не обладающий каким-то специфическим политическим статусом, он ведущий ток-шоу на Первом канале, который год не высказывался. Статус его и важность для страны стала понятна только вот в процессе этого года, когда оказалось, что люди ждут именно его высказывания. И когда он хоть что-то начинает говорить, невероятно растут рейтинги, просмотры. То есть он оказался гуру для огромной аудитории. И вот этим своим амплуа, что ли, влиянием он абсолютно не воспользовался. Вот это самое болезненное в этой ситуации. Даже не очень важно детальное мнение самого Познера по поводу войны в Украине. Мы же там понимаем, что такое белое, что черное, что такое хорошо, что такое плохо. Важно то, что не так много людей обладают тем влиянием, которое обладает Познер, как выяснилось, и влиянием, ориентированным не на какую-то конкретную группу граждан, не только на либералов, прогрессистов, не только для такой консервативной аудитории. Он как бы как Пугачева, по идее, охватывает всех. Не зря его жена, госпожа Соловьева, была директором Пугачева и продюсером Пугачевского театра долгие-долгие годы. Вот они такие очень важные был шанс повлиять на тех, на кого повлиять очень трудно. Вот на эту сложную аудиторию помежду черным и белым, которые находятся в серой зоне, которая не уверена ни в том, ни в другом. Была возможность повлиять на тех, кто за войну, потому что он действительно на протяжении многих-многих лет обладает вот этим вот особой значимостью. Он не россиянин, не иностранец. Он телезвезда, но такая интеллигентная как бы. У него каждое его слово кажется очень весомым, потому что он так говорит. Он обаятельный человек. У него был этот шанс. И он им не воспользовался. И через спустя год он как бы оправдывает и себя, и свою жизнь, и свои взгляды. И, видимо, боится совсем порвать Россию, потому что, хотя я думаю, что его высказывание, это значит, что его жена закончила все свои глобальные бизнес-дела в России и позволила ему таким образом высказаться. оправдывает и себя, и свою жизнь, и российское правительство. Владимира Путина. Юля, а у тебя какие впечатления? Мои впечатления такие. Владимир Познер себе не изменил. Он остался Владимиром Познером, уехав, оставшись. Я не могу точно сказать, в какой стране он сейчас находится. Я помню, что в начале пути своей программы, когда дождь релацировался и начал вместе со мной вещать в новом статусе, я делала большой сюжет о том, как чувствуют себя сейчас и высказываются деятели культуры, какие-то крупные фигуры телевидения. Я помню, что одним из пассажей этого микрорасследования и исследования, чтобы не нагонять пафосу, была как раз ситуация с Познером. Я помню, кто-то из моих собеседников рассказал мне, что на одной из вечеринок, это было в сентябре, я выпустила программу в сентябре, значит, было накануне, а Владимир Познер сообщил кому-то из гостей, что он больше не работает на Первом канале. Формально он был не в штате, но его отношение, его настоящая работа на Первом канале закончена. И вот он посчитал нужным это сообщить людям на этой вечеринке. Я тогда немножко издевательски говорила, что даже системный Познер оказался совсем неуместен на Первом канале. И вот такой политический сигнал. Я, как вы знаете, отношусь к той категории журналистов и людей, я бы так сказала, которые несколько экстремистски относятся к позиции разных лидеров общественного мнения. по-человечески мне всегда хочется, чтобы люди, обладающие большой аудиторией, высказывались резче. Я всегда приветствую героические проявления в них, именно в них. Несмотря на то, что я не требую от людей героизма, но мне всегда приятно, когда какой-то очень популярный человек ведёт себя очень красиво, ведёт себя очень ответственно и ведёт себя очень смело. Требовать от людей это сложно, у каждого в своей жизни и на обстоятельства. Мы знаем про это много, у кого-то родственники, состояние здоровья, разные-разные связи. Мне ничего не известно про канаты, которые связывают Владимира Путина с российской государственностью или с Россией как таковой, кроме, мне кажется, его более системного взгляда на вещи, чем тот взгляд, который вызывает у меня максимальное уважение. Давайте я сейчас буду мягко очень говорить. Так, тут я должна отметить, что Юлия Таратута только что перепутала на позднера с Путиным, что, в принципе, несложно. А, прости, пожалуйста. Это понятно. Но в целом он тебя не удивил. Я просто хочу сказать, что он находится в таком... То есть, как бы, это такая вот очень-очень системная часть людей, которые не могут выступить за войну. Это как бы крайний фланг. То есть, выступать за войну как бы неприлично, да, Владимиру Познеру. Но говорим, что Владимир Познер не так плохо, как нам кажется, прилично. Да, то есть, это какая-то... Это такая позиция, которая, ну вот, на самом крайнем, знаешь, на самом крайнем системном флаге антивоенных людей. Вот, если так можно выразить. И он ее соблюдает. Этот статус он сохранил, хранит его годами. А на самом деле мне сложно сказать, что значит это выступление, да, потому что, очевидно, он посчитал нужно выступить на некой конференции, которая все-таки содержит в себе слово «Украина». И вообще, ну, таким образом, это похоже на фронту, с одной стороны. С другой стороны, он не сказал ничего такого, что выходит из, ну, в общем, вполне системных соображений. А вот я сейчас процитирую его высказывание. Одно из тех, что стали действительно, ну, скандальными, скажем так, в России, в Российской Государственной Думе даже возмутился один из депутатов и потребовал привлечь Познера к ответственности за вот эти слова. Как журналист, я хочу вам сказать, что мне стыдно за свою профессию, мне стыдно за то, что они делают, мне стыдно за ту ложь, которую они представляют как правду. Это пропаганда в самом худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но все равно скажу, я атеист, но если есть ад, то эти журналисты отправятся прямиком туда. Смотрите, а вот эти слова, как вам, в каком такое? Это разве не смелое высказывание журналиста Владимира Познера? Мне кажется, ругать свиту никогда не было специально смелым высказыванием. Так был устроен российский юмор в годы репрессий, когда все юмористические программы позволяли себе ругать всех, вплоть до членов правительства, а уж депутатов Государственной Думы кто только не ругал. Ну, наверное, пропагандисты сейчас обладают какой-то более значимой ролью, хотя мы знаем, что значимой ролью обладает сегодня только военкор, а пропагандисты они на первом фланге, но, в общем, от них можно избавиться с такой же скоростью, как и от других важных исполнителей. Нет, мне не кажется, что это было настолько смело. Ну, то есть, понятно, что любое выступление против любого элемента режима, пропаганда это элемент режима, ну, как бы, фронта, но для меня не экстремально. Аня, тебе удивительно было слушать такое критическое вдруг высказывание относительно российских пропагандистов? Ведь Познер тот самый человек, который до последнего времени работал на главном канале страны. Мне кажется, Познер вообще упустил возможность нас удивить. Вот я начала про это говорить. Нас удивлять надо было раньше, если бы он это сказал в начале войны, или, извините, когда он работал на этом канале и спокойно переносил всю ту пропагандистскую машину, внутри которой он существовал. Да, он там был, жил довольно обособленно. И как бы, вроде бы, ничего такого радикального в его эфирах не происходило. Но, в принципе, эта коннотация, ему было нормально работать на Первом канале с теми же самыми людьми. Вот этот вот ад пропаганды, он разверсал не 24-го числа, он давно уже существует. Не надо делать вид, что мы погрузились в новый мир. Это продолжение старого, в котором Познеру было абсолютно нормально. И целый год было нормально. Мы его тут вот видели в Юрмале, как он на пляжах прогуливался и тусовался с приезжающими русскими, которые использовали Юрмалу как базу перед тем, как переместиться дальше на европейские курорты. Ничего, все было окей. И тут вдруг, почему-то именно сейчас у него открылись глаза. Я вот, Юля, правильно сказала, есть, наверное, какой-то повод, есть какая-то причина. Почему-то сейчас это стало нужно. Я считаю, что все это поведение глубоко рациональное. Мы просто не знаем, что за ним стоит, где там вот эта вот первопричина, почему сейчас нужно быть в этом таким радикальным, а тут нужно что-то сказать. Я уверена, что через какое-то время мы увидим какие-то следующие шаги, которые последуют после вот этого высказывания. Я предполагаю, что, например, в принципе, жить в Европе, будучи неизвестно, когда закончившим работу сотрудником Первого канала, очень трудно. И вопросы возникают. Я думаю, даже на уровне банковских комплиенсов. Поэтому я думаю, что ему сейчас нужно показать где-то, вот, смотрите, я тут ругал российскую эту позицию по войне. И всегда сможет предъявить свое выступление на конференции. Да, Женя. Ну, я считаю, что, во-первых, тут совершенно нет ничего неожиданного, потому что Владимир Познер это даже не конформист, а такой апостол конформизма, и был он всегда. И здесь, опять же, в его высказываниях я ничего, кроме конформизма, не вижу, потому что сложно ждать от Познера каких-то высказываний о превращении Западной Европы в ядерный пепел и так далее. То есть он поддерживает при этом общую линию партии. Вот, смотрите, они на нас первые напали, ну, как же можно было это терпеть, разумеется, Россия была вынуждена и так далее, но при этом опять же привычно для себя призывает избегать какого-то экстремизма в этих высказываниях, что не надо обращать ядерный пепел, надо просто аккуратно делать то, что делать, по всей видимости. Я это интерпретирую скорее так, на самом деле, потому что ну, понятно, что часть аудитории воспринимает эти слова как резкие, и эта аудитория как и условно-либеральная и антивоенная, так и условно-консервативная и провоенная, как мы видели, да, одни восприняли его слова как что-то очень смелое, в общем, и те и другие восприняли как что-то очень смелое, просто одни говорили, какой молодец, поздно, другие призывали на него там чуть ли не завести уголовное дело, как-то его наказать. Ничего, кроме конформизма, здесь нет, мне кажется. Хорошо, тут я подчеркну на самом деле еще раз, что вот это конформистское, как считает Евгений Бунтман, высказывание, оно сделано на очень хорошем английском языке. И Познер, это все-таки очень специфический советский журналист, который признавался и посыпал голову пеплом, что, мол, да, я работал на пропаганду в свое время, в советские времена, и пожалел якобы об этом, но вот сейчас он высказывается так, как высказывается, мы тут сходимся, на самом деле, все, кажется, в своем отношении, но не сходимся мы в одном. Вот мы с Аней Мангайт, по крайней мере, убеждены, что это очень важная история, что высказывание Владимира Познера, его такое высказывание, именно сейчас, оно заслуживает особого пристального внимания, ну, в частности, нашего, поскольку Владимир Познер это человек, который влияет на большое число людей, на миллионы. Я помню, как он приезжал в Нью-Йорке, я брала у него интервью, еще много лет назад, он сказал, я человек, которого смотрят 200 миллионов, и он этим бравировал, ему было очень важно это, он знал и знает, насколько влиятельен Владимир Познер в российских реалиях, но он молчал, и он не воспользовался этим своим влиянием, я сейчас повторяю фактически за Аней Мангайт. Но вот Женя Бунтман, кажется, продержится иного мнения. Женя. Я не спорю с влиятельностью, да, потому что, безусловно, у него очень большая аудитория, как, например, и у, ну, скажем, у хоккеиста Александра Овечкина, тоже ведь очень большая аудитория, и он тоже не высказался о войне, и другая часть аудитории, другая часть, там, и россиян, и всего мира, ждут, когда что-нибудь скажет выдающийся хоккеист Александр Овечкин, который ничего не сказал с начала войны, так же, как и Познер. И я, для меня... Но он же не политический журналист, и он... Нет? А он вообще раньше разговаривал когда-то публично? Он поддерживал Путина и так далее, но почему это ожидание происходит от Познера? Почему ждали, что он скажет что-то неожиданное? Человек десятилетиями человек уже живет очень долгой жизнью. Но это понятно, но то, что он сказал или не сказал, ты считаешь... Можно я вмешаюсь? Я на самом деле, поскольку, мне кажется, наша с Женей позиция истолкована превратно в том смысле, что мы не то, чтобы не считаем, что это не событие, да? Это очевидно событие, это... Вольтова, у меня есть, если можно, такая добавка к тому, что я сказала как минимум. Познер не просто известный человек, не просто относительно системный человек, его, значит, слово может распространиться на людей его взглядов. Он человек, который может понести большую ответственность, да? Тут смысл наказания путинской системы таков, по крайней мере, как я ее вижу, что чем человек как бы выше стоит и чем он больше был зависим от системы, тем больше наказания для него в ситуации, если он оступится, в ситуации, если он как бы окажется предателем, значит, полуврагом, перебежь. Поэтому он, конечно, понимая, что к нему могут прийти, что на него также могут спустить собак, как на известных, на очень известных людей прежде, на Аллу Пугачеву, которая вступилась за Максима Галкина и выступила с такими очень спокойными заявлениями по поводу Михаила Горбачева, смерти, разницы политики. Это было совсем не выступление Монеточки и Нойза. Но этого оказалось достаточно. Да. Или Зенфира, например, которая совсем иначе выступала, но, значит, стала иноагентом, да? То есть, как бы, стала иноагентом, как мы уже не раз повторяли в эфире, только потому, что она очень известный человек. То есть, это была причина, почему она стала иноагентом. Вот такого популярного человека, как Зенфира, в эту минуту решили сделать иноагентом за вот такой объем ее выступлений, которые очень укрепились в последние дни. Ну, интересно, какие риски для себя обозначил Владимир Поздар. Так, Жень, в конце, чтобы закончить нашу дискуссию, согласен ли ты с тем, что это значимое событие вообще? Наверное, это значимое событие. Тут я с Юлей соглашусь. У нас довольно близкие его позиции, но, опять же, это скорее не ответ о вопросе. Я не совсем понимаю, почему от Познера чего-то ждали. Почему от него ждали? Потому что он говорил об этом, примерно то же самое, и в 1979 году, когда советские войска вторглись в Афганистан, и в 1983 году, когда сбили корейский Боинг, и во многих других пограничных ситуациях, Познер говорил одно и то же, что то, что нравилось западной аудитории и не противоречило линии партии. Ну, возможно, потому что в последние годы у него был такой двусмысленный, скажем, стиль общения с аудиторией. Иногда он позволял себе смелые шаги. Ну, и надеялись, многие надеялись на какие-то иные высказывания. Что ж, спасибо. Мы успели то, что успели обсудить. Мне кажется, каждый зафиксировал свою позицию. Я благодарю своих коллег. Это Евгений Бунтман, Рига, Латвия. Аня Мангай от Рига, Латвия. И Юлия Тарату в Амстердам, Нидерланды. Меня зовут Екатерина Катарикадзе. Продолжаем программу.